Как мы заявили сегодня в прямом эфире, с нами будет Мацаков Андрей Михайлович, депутат Листинского городского собрания от коммунистов. Это тот человек, который единственным проголосовал против назначения трапезников и на должность исполняющей обязанности мэра города Листа. Медведь? Медведь, Андрей. Ну вот, наши подписчики сейчас подключаются. Вот, Андрей, вот, смотрите, мы уже организовали у нас такой стенд с нашим логотипом, Листа – это наш город. Сейчас, я думаю, это будет уже, как говорится, мы находимся в нашем офисе, который мы сейчас преобразовываем, хотим навести здесь порядок уже. И, конечно же, первый вопрос, который бы хотел сказать Андрею, что он конкретно рассказал о ситуации, как проходило назначение, как проходило голосование, и как Батус Сергеевич рекомендовал трапезников на этот голос. Ну, это была первая сессия после этого выбора, как вы сказали, она организационная была, там первым вопросом шло, конечно, председатель госсобрания, записитель госсобрания, ну и организационная по созданию комиссии. И один из последних вопросов был о назначении сети-менеджера, ну и главы администрации города Листы, так же, как и главы города. Ну, как Хасиков, он не рекомендовал, прошел Береков, он провел с собой трапезника Дмитрия Викторовича, Дмитрия Викторовича, по-моему, да. И застал на него, там, как это называется, анкетку небольшую, связи заслуги, регалии его там. На резюбе его, да, получается? Ну да, краткую информацию, кто такой, что почем, и... Погромче можете говорить, да? Ну, представил на администрации, ну и порекомендовал, как от имени главы республики надулась глава администрации, как оказалось, и главы города, потому что я на тот момент еще, как бы, не в курсе был то, что еще это, их совместили. Раньше глава города, это был представитель горсобрания, а сейчас сменили его. Ну, сейчас уже внесена поправка, и, думаю, в ближайшее время мы это исправим. Ну, по трапезнику был представлен, пригласили его на тумбу, там, он там расторжался, о себе, блин, и там буквально пара вопросов была, Бомбаев задал ему вопрос, там, ну, еще кто-то. Ну, и пришли, перешли голосование, потому что проголосовали против, соответственно, Единая Россия, Справедливая Россия, а кто против, я почему-то думал, что я был не одинок, но, тем не менее, когда поднял руку, я остался один. Ну, так вот вышло. А вот чем вы руководствовали, что ты увидев этого дурного, в смысле, как вам Береков рассказал, да, что это такой человек, я так понимаю, там было то, что это антикризный менеджер, да, в таком плане, да, все в таком ракурсе, что он хороший специалист и все вот эти моменты, да. И смотрите, вот вам представили одного человека, которого вы видите в первый раз, и, соответственно, у вас какие-то ассоциации, ну, в голове начали появляться, правильно? Да, ну, человека представили, я его знать не знаю, не знаком, там, другой вопрос, если бы он был представлен, например, весной, когда сам, самого Хасика представили. Всполняющего обязанности? Да, хотя бы он в этот момент зашел бы в городскую администрацию и работал с этим. А тут он пришел на первое же собрание, был представлен и предложен на должность главы. Я, как горожанин, даже, не знаю, не нашел аргументов в пользу его даже. Я у человека это в первый раз вижу, как я буду за него голосовать. Я думаю, любой человек, увидев в первый раз человека, не может сразу... Да, любой захватый человек в здравом смысле он не будет голосовать за первого попавшегося, скажем так, человека. Тем более на такую ответственную должность это, ну, это, блин, нонсенс какой-то. Для нас это был нонсенс, правильно? Да, я не знаю, как можно так его... Ну, провели человека и поставили. Ну, так это, я не знаю... То есть это очень короткий срок, вообще, да? Ну, да. Я понимаю, что он был бы, там, хотя бы весной, летом пришел бы, зашел в администрацию, там, зам был бы, там, поработал бы, какие-то там результаты дал бы. Можно было бы видеть его работу. Ну, тем не менее, был аргумент в том, что он исполняет обязанности, там, дайте ему срок, поработать. Ну, так же можно было бы и голеносиновое ставить и поставить его, там, замок, первым замок, если вот так прижало, скажем так. Пусть работает, показывает свою работу по результатам, когда ее можно посмотреть. Вот, Андрей, вот после того, как вы проголосовали против Трапезникова, его назначение, со стороны ваших коллег было какое-то неодобрение или что-то еще? Нет, неодобрения не было. Не было ничего такого. Просто никто ничего не сказал. Но вы сами были удивлены, что люди просто так тупо подняли руки и все? Ну, скажу нет. Не было уявлен. Я примерно предполагал. Я, ну, предполагал, но не думал, что будет это единогласно. Все-таки у вас надежда, что кто-то поддержит вас, да? Я думал на Ду Саратиков, в лице, там, с прогревой России, например, ЛДПР, КПСС. Но, тем не менее, они просто проголосовали за это. Получается, они оппозиционные партии, которые представлены у нас в ВДС, да, все равно тоже проголосовали за это? За Трапезникова, понятно. И также ваши коллеги, которые ушли из вашей фракции коммунистов, тоже проголосовали? Нет, одного не было у нас, а Павел Павлович, я не помню, ну, получается, да, протокол я, к сожалению, не поднимал, но было принято решение единогласно. Смотрите, вот после того, как все единогласно проголосовали, у вас осадок какой-нибудь произошел? Ну, как, осадок, как пелестинца, как горожанина, я, конечно же, не приемлю такие назначения, тем более человек со стороны. Как выяснилось, с таким прошлым, это, ну, блин, это момент он, так нельзя делать. Ну, тем не менее, возмущен, и, честно говоря, я не ожидал, вернее, приятно удивлен вот этим резонансом, в котором вот этот народ вышел на митинги, ну, в том числе и людей, которые сегодня все эти дела происходят. Вы поддерживаете их? Я, конечно же, поддерживаю. Я приятно удивлен, конечно, и всей душой, и все науками, и за. Спасибо. А вот еще такой вопрос, да, Анри? Посмотрите, вот сейчас принимается положение под Трапезникова, да, после наших проведенных митингов мы объявили о референдуме, да, что мы хотим провести референдум и провести прямой выбор мэра города Элисты, но в данный момент сейчас вот меняется положение, и они вводят, получается, мэр у нас будет из числа ЭГС, выборная должность, да, а, соответственно, сити-менеджеры, это уже будет комиссией назначаться, получается, они вывели из-под удара сейчас Трапезников, так? Вы участвовали? Ну, там, да, участвовал, там просто немножко по-другому, не то, что по-другому, в пятом созыве было принято решение, ой, решение, да, об изменении устава, и глава города, через черточку, глава администрации, проравенец, это один человек, а сейчас немножко проводим соответствие, так как мы, законодательный орган, мы, как сказать, следим надзорный орган над этим, над главой администрацией, и, тем не менее, все решения, которые мы вносим, подписывает глава города, а это немножко даже... Ну, смотрите, если даже сити-менеджер, получается, это в исполнительной власти будет находиться, все равно он будет полностью руководить всеми финансовыми потоками, которые будут проходить у нас в городе, так же? Получается так. Все видно. А мэр города из числа представителей ЕГЭС, это будет номинальная должность, которая будет просто представлять наш город. Да, представитель. Я вот просто это хотел именно узнать, вот от нас, что это вот уже приняли, получается, это, да? Да. Это уже приняли. И это на самом деле нас и пугает, ну, мы все равно не отказываемся от прямых выборов. Ну, не, выборы было бы очень хорошо, конечно, надо к этому возвращаться, надо это вводить, потому что мэр города, ну, должен быть человек избранным народом, а не назначенный или там, один. Как бы, инициатива была та, что было раньше, как человек, избираясь депутатами, ну, те же избранниками народа, ну, немножко не то, наверное, надо, чтобы человек был ближе к народу, чтобы выборы были громые, и он проходил, и работал, и ответил за это даже. Еще такой вопрос, вот наши активисты проводили прямые трансляции с депутатами АГС, не только депутатами АГС, и Народного Урала, вы их смотрели? Смотрел, не все, к сожалению, но смотрел. И какие выводы у вас были? Вот смотрите, вы сейчас к нам пришли со своим мнением, да? Конкретно со своим, и вы выражаете свое мнение. А смотря на те трансляции, которые проводили с этими депутатами, я думаю, они были с нами не искренни. Вы так считаете? Ну, чужая душа это потемки, там, не знаю. Искренне были, наверное, ну, я не могу комментировать, искренне, искренне были. Старались, наверное, как можно честнее ответить. Такой вопрос тогда, вот смотрите, все они ссылаются непосредственно на Бату Сергеевича, что это конкретно его кандидатура, и они ее поддерживают, так как их требует линия партии, да? Грубо говоря, так. Но они же все-таки являются депутатами, избранными народом, так же? Все правильно, все правильно. Так и должно быть, по идее. Ну, они себя позиционируют или аргументируют тем, кто, что мы команда Бату, и полное доверие лидеру. Наверное, да, это, наверное, должно быть так, доверие, но, тем не менее, здоровая критика или как смысл должен быть, потому что надо руководствоваться совестью, что ли, здоровым смыслом, понимать, что не надо перекладывать свои обязанности, ответственность на чужие плесени. На чужие плесени. Да, надо отвечать в ту же самую. Вы все-таки согласны, что все-таки совесть на первом месте? Конечно. Совесть на первом месте, правильно? Совесть, воспитание, ну, и здравый смысл должен быть. Я вас понял, да. Андрей, вот вы можете немного о себе рассказать, да? Вы, получается, занимаетесь строительством, да? Строительством, производством тройматериалов. Да, стройматериалов. Это компания Sunway, да? Вы являетесь генеральным директором, да? Да. На данный момент вы что-нибудь строите? Нет, абсолютно нет. У вас есть какие-то препятствия со стороны руководства? Препятствий нет, там, скажу, просто там финансового характера. Финансового? Да. Мы немножко там доложали, там, и, ну, и, собственно, проблемы еще в ресурсах, скажем так. Все ресурсы, все материалы непривозащие. Еще, насколько я знаю, вы отец, короче, многосемейность, смеялась, да, да. Вы отец четырех детей, да, получается, и у самого младшего вам сейчас исполнилось годик, да, у вас четверо детей, трех сыновей, и значит, получается, отсюда вывод, что вы здесь будете жить, ваши дети здесь будут расти, правильно, и вы никуда не собираетесь отсюда уедать или что-то еще? Ну, где родился, там сгодился, и, конечно же, здесь будем жить, я, мои родители так воспитывали меня, и я буду, стараюсь донести до своих детей, постараюсь донести до своих детей, что надо поднимать свою родину. Конечно же, все хотят там красиво жить, путешествия где-то лучше, где-то хуже, ну, родина есть, и это называется дом, поэтому всегда возвращаемся, там, в родительский дом, здесь предки, здесь, ну, я не знаю, для меня сложно уехать, навсегда отсюда. Да, ясно. Тем не менее, я никого не, там, против, не хочу сказать тех, кто действительно уехал, там, эмигрировал, Москва, ой, Москва, Ребейка, скажем так. Ну, это обстоятельства жизненные, правильно? Из-за того, что люди едут туда, где им платят, грубо говоря, так, но они не забывают о своей родине. Вы видели, да, какой резонанс произвел по всему миру наши калмыкии, наши калмыцкие диаспоры, да, наступали и в поддержку активистов, и всех Холингут, и всех жителей калмыкии, которые были против назначения Трапезникова, да? Да, вот это здорово, вот это, конечно же, вот это единение, это греет душу, конечно, приятно, что люди, хоть и далеко, но они тянутся, они, ну, не оставляют мысли о своей родине, о своих родных, скажем так, да, о своей родной земле. Ну, вот сейчас вопрос такой. Вот вы уже, получается, господин Трапезников, берется кредитная линия, ну, коммерческие кредиты в город, ну, там уже что-то около 250 миллионов, я так понимаю, эти деньги берутся специально от Трапезникова, чтобы он исполнял какие-то задачи. Ну, я тоже с вами согласен, я думаю, вы правильно понимаете, это да, это, предвыборная эстрада закончилась, теперь надо работать, и теперь выделяешься деньги под Трапезников, это, или там, вытачать с процентой, протянуть рукой, ну, тоже это. Ни в чему хорошего не приведет. Конечно же. Сегодня они дадут, завтра нас заберут, вдвое больше. Это надо понимать, что надо будет отдавать это. Это не просто так эти деньги даются. Правильно, они могут забрать землю, правильно, какие-то недвижимости или что-то еще, потом это будет не принадлежать нашему роду. Хоть чем, хоть чем. Хоть чем, да. Смотрите, еще такой вопрос у меня. Когда Трапезников проводил свою презентацию, да, про программу свою, что вы можете о ней сказать? Она для вас была удивительна, вы же все-таки строитель, вы знаете, как строится все, да, и нужно строить 20-ти комитетов где-то. Ну, в целом, скажу, да, конечно, рвение там может быть похвальное, но надо обратно же понимать, где и как строить, он, я не знаю, откуда он эту программу взял, с кем он консультировался или может быть там посоветовали ему, ну, надо как немножко к местным реалиям, что ли, обращать внимание, брать за точку отсчета, наверное. Какие двухэтажные у нас? Ну, скажите, это просто какие-то непонятные сказочные мечты, я так понимаю. Ну, да, скажем так, это просто популизм. Популизм, это натуральный популизм. Конечно. Я так понимаю. Это все красиво. Ну, еще в бытность моего депутата 4-го собрания был принят закон, негласный, нормативка, то, что выше Хурула никакое здание не было бы выше выстроено. Поэтому вопрос уже с Паваевым, там, какие-то были разбирательства, но тем не менее нашли консенсус. На 22-этажный, ну, для чего мы тогда Хурул строили, чтобы его с каждой точки города не было видно. А сейчас настроим на устроек вот эти, во-первых, они не выдержат, а во-вторых, ну, не то. Смотрите, а вот самого господина Трапезникова вы гуглили? Смотрели про него? Ну, после собрания, да. В принципе, все, что нашел, было там, как сказать, в кратком изложении, которое нам зачитали на собрании. Ну, конечно же, вот эти все, ну, скажу, прямо грязь, вот эта вся, конечно, вылилась, это все посчитал, пытался проанализировать, ну, кто бы знал. Получается? Ну, тем не менее, да, и, как бы сказать, был даже немножко шокирован таким выбором. Я не знаю, как мы до этого дошли. Вы сами в шоке, получается, на этот момент, каким образом мы дошли до такой ситуации, что... Я понимаю, человек, да, если я, Бату Сергеевич, я, может быть, там, был бы согласен, человек извне, хороший специалист, он пригласил бы, там, с России, там, с Чукотки, пусть даже, там, даже, пусть даже с нашей Украины, но, тем не менее, если он был бы классным специалистом, там, ну, работяна, а что он? Человек, он, там, ну, пару лет старше меня, у него не такой бешеный жизненный опыт, тем более рабочий, муниципальный опыт. Куда его ставить? У нас хоть городок маленький, но, тем не менее, это столица, и, ну, блин, я не знаю, это шокирован. Ну, получается, все-таки, мне кажется, руководителем города должен быть человек, который знает все наши проблемы, правильно? Ну, как минимум, да. Хотелось бы, конечно же, местного человека, там, да, без привязки, там, калмык, русский, там, тоже все, хотелось бы, чтобы он здесь вырос, чтобы он знал, что реалий, ну, он понимал, чтобы, как с людьми тем работать, а человек из нее, ну, да, он может быть, там, классным специалистом, ну, на год, на два, там, поработает, соработает свои деньги и уедет, а нам дальше с этим оставаться, ну, а вот, заведенных нам не надо. Везде вот говорят, что идет борьба с клановостью, ну, что у нас кланы сидят, даже вот некоторые депутаты ЭГС, там, говорят, мы все равно еще не добили всех в мэрии, грубо говоря, с какой клановостью, о чем они конкретно говорят, вы можете пояснить? Ну, с кем они борются, наверное, лучше у них спросить, а клановость, ну, мы же все прекрасно понимаем, где мы живем, какая у нас маленькая республика, мы здесь через дно, через два братья и сестры, там, как минимум, и друзья знакомые, поэтому я не думаю, что это вот эта так называемая склановость, куда-то и живет из себя, пусть даже и с ней будем бороться. Тут вопрос, скорее, доверие, наверное, ответственность, если, ну, к примеру того же, Бату Сергеевича, наишенном имя за днем, он ставит там своих людей, тех, кому он хочет, ему и доверяет, наверное, он должен полагаться на него, он не должен, как вот я, я всю на ответственность я наберу, если он берет человека, предлагает ему там пост, или ставит его куда-то, тот должен же понимать, что это тоже ответственность, он должен тоже свой нож унести, да, потому что он хотя бы, чтобы не подвезти человека, который, ну, тебя пригласил, скажем так, от этого никуда не уйдешь, это было бы ясно, от этого мы никуда не уйдем, конечно же, да, тут, как ни пытайся, даже если ты чужого человека поставишь, все равно найдем связи, вот смотрите, вот в данный момент, вот как зашел к нам трапезников, да, он говорил, что через него пойдут какие-то инвестиции, или что-то еще, в данный момент, вот мы реально не видим никаких инвестиций, мы видим только, как берутся кредиты, городом, да, под что-то, что вы можете сказать вообще, будут ли от него какие-то инвестиции, или что-то еще, или он просто тупо здесь отсиживает какое-то время? Ну, это я не могу сказать, я, честно говоря, не вижу никаких, может быть, имелось в виду то, что вот эти кредиты, которые мы берем, которые были в пьян, это инвестиции, да, может быть, они и есть, да, не знаю, то, что вот этот, он там работает на восьмом, на седьмом, где-то встречается, там, ведет, как сказать, регулирует, да, но это его работа, человек на его посту, это он должен, это делать, это, как само собой разумеющееся, а инвестиции, ну, я бы, я сказал ранее, это понятно, что эти деньги, ну, вот, смотрите, Андрей, да, вот вы сами конкретно человек-строитель, который знает, что такое коммуникация, да, все вот эти моменты, как они подводятся, да, неужели, ни один из наших жителей Калмыкии, который тоже имеет такой опыт за плечами, не мог бы возглавить наш год? Я думаю, ну, могут, конечно же, не обязательно, может быть, кто-то и в Москве, в Питере, там, кто-то в России живет, те, кто, ну, специалистов, я думаю, много, люди не просто так отсюда уезжают, люди учатся, люди там, нарабатывают опытом, почему бы, если у них желание есть, почему бы нельзя им дать поработать, тоже молодежи, например, когда Батон Сергеевич, баллотировался, он говорил, то, что он заводит молодые предприниматели, новые кадры, ну, пока работы я ее не вижу, какие же результаты, конечно же, поэтому, я не знаю, а так, я думаю, многие люди могли бы, конечно же, занять это. Занять это должен, да? Да, конечно. Ну, вот смотрите, Батон Сергеевич объявил о конкурсе, в основном, резервы, да, то сейчас, в данный момент, говорят, там, второй тур, и там, разослали им какие-то штучки, и дальше всего этого, ну, дальше ничего не происходит, так мы и не видим, вот этих реальных кандидатов, которые закидывали, вы что-нибудь можете прокомментировать? Честно говоря, нет, я, это, я же, то есть, только что сказал, результаты не видно, не знаю, кто там, что там, я даже, как сказать, претендентов, или как там, конкурсантов, я даже не знаю, кто это, кто подавал. Лично у меня знакомых нету, наверное, может кто-то и не говорил, поэтому, тут сложно что-то комментировать, просто, кофакт, пока, результатов нет. А то, что в нашем Лисийском городском собрании, да, конкретно присутствует родной братишка Бату Сергеевича, тесть получается, брата, да, который занимает председателем Арзаев, и там, учительница, вы как это, вы считаете, что это новый клан организовывается? ну, клан не клан, это, не знаю, может быть, может и нет, ну, я оправдываюсь, когда вернусь к тому, это вопрос о доверии, если, поставил, вернее, попросил, может быть, у нас есть братишки там, тести, или кто там, Николай Павлович, если бы попросил о помощи, мне нужно там, ну, почему нет, если люди будут заработать, я ничего против не имею, а клановость, ну, никуда не денемся. смотрите, не имея такую сильную оппозицию, либо говоря, в ЭГС, да, у нас лоббируются все законы, которые удобны им, получается, именно администрации города, аппарату правительства, все законы принимаются под них, с чем реально люди недовольны, правильно, получается так, вы это замечаете? Конечно. Вас раздражает то, что вы не можете ничего сделать? Ну, конечно же, осадок остается, что какие-то решения ты не можешь, не то, чтобы заголосовать, конечно же, есть комиссии, любые депутаты, это может прийти, там, обсудить, но, когда доходит до голосования, там, люди голосуют только так, как нужно, так, как нужно, короче. А вот смотрите, Андрей, вот людей такой вопрос мучает, да, на какие средства живет господин Трапезников и на что питается? Это средства города или это его личные средства? Потому что слух идет о том, что он живет у нас в Маркополе, где суточный номер стоит 5000 рублей и питается в ресторане. И всем хотелось бы знать, на какие деньги можно ли это проверить? Или как-то? Вы же все-таки депутат, вы можете сделать запрос? Ну, кстати, да, я апонтирую, спасибо, я этого не знал, я так особо за ним не сам не держу. Ну, хорошо, я этот, приму к сведению, попробую. Примите сведения, да, и проверите, на какие средства существуют наш господин Трапезников, да? И, конечно, всем хотелось бы знать, какую заработную плату получает в данный момент Трапезников, и какая мотивация у него находиться здесь? Ну, мотивация, ну, если человека прогласили, я не знаю, как вот этот разговор состоялся, может быть, действительно, там, Бату Сергеевича его порекомендовали, там, свыше, с Кремля, там, скажем так, Но, тем не менее, это, я не могу сказать, какого у него мотивация. Ну, человек проехал, зарабатывать, работать приехал. Скажу так, зарабатываю. Кого бы вы предложили на должность мэра? Вот вы кого бы видели? На должность мэра? Ну, назовите двоих хотя бы. Двоих? Ну, Симаков, Павел Алексеевич, кто это? Можете сказать? А это, вот такси, на полисе, я его лично знаком, мы с ним были депутатами Читовского Созыла, там, очень хороший, он руководитель, мы с ним часто встречаемся, разговариваем, и он, ну, многим, в самом деле, опытом, жизненным опытом, ну, соответственно, управленческим. того же можно Пербиева Алексеевича, очень, тоже, человек хороший, хозяйственный, ну, и предприниматель. Я думаю, он, ему бы хотела ума и энергии, даже силы, это все это, он вполне справился. Ну, тут вопрос, мы с ним были на приеме, он, да, он отказался, говорит, я не хочу, трапезников лучше, Ну, отказался, отказался, ну, я, я не знаю, А можно было даже, ну, не посчитать из-за рекламы, моего дядьку, Владимира Николаевича. Почему бы нет, ну, так случилось то, что случилось. Да, мы просто связывались с вашим дядей, да, разговаривали с ним по счету этого повода, но сейчас какие-то препятствия идут непосредственно по судам, вот этим, да, получается, ему надо разбираться с этим, со всеми делами? Да, сейчас идут суды, поэтому, сейчас там немножко так сложная ситуация, ну, думаю, разберемся мы. В смысле, вы думаете, что он разберется и будет чистывать? Да, конечно же, я надеюсь, что правда всплывет. Всплывет правда, Все-таки у него было бешеное давление со стороны Орлова, так? Конечно же было. А вот, скажите, пожалуйста, вот еще, после назначения Орлова в Совет Федерации от Республики Калмыкии, что вы вообще решили про себя? Ну, решили, ну, скажу так, я не удивился, потому что, когда было еще объявлено список кандидатов, я уже так паспудно было, понимал, что это не просто так. Тем не менее, когда это было объявлено, тем более объявлено через месяц, после подписания, распоряжения, ну, ну, блин, я, Вы считаете это обманом? Я считаю это обманом, да. Это ошибка, обман, я не знаю, называйте как хотите, но это, так нельзя делать. Просто после назначения непосредственно Орлова, большая часть людей, которые конкретно была за Бату Сергеевича, да, стала против него, я знаю это по своей семье и по своим друзьям, вот ваше окружение, как? да, ну, и друзья тоже, да, они, те, кто, там, интересуется политикой, те, кто далеки даже, кто-то, ну, они в основном спрашивают меня, как так? Ну, тем не менее, я же не могу ответить, человек, все были удивлены, да, все были удивлены, ну, как сказать, время пришло, озвучок был, вроде как, были надежды на какие-то перемены к лучшему, может быть там, что-то, ну, тем не менее, все возвращается, я не знаю, там, может, через пять лет они поменяются, не знаю. Вот смотрите, вот у нас 18 ноября этого года заявлен митинг, санкционированный, мы бы хотели вас пригласить, вы придете? Спасибо, приду, конечно. Придете, обязательно, да? Мы будем очень рады, потому что мы рассылаем приглашение, вот даже тот же Олег Пербей сказал, что до него это не дошло. Да, да. Подвержу, да, до меня тоже не дошло. Тоже не дошло, да? Не получали, получается. Получается, вам просто не раздали это все дело? Ну, возможно, да, потому что я, как сказать, если честно, только из интервью узнаю, то, что там какие-то были продвижения. А по резолюции вы рассматривали? Нет, к сожалению. Тоже не рассматривали. Получается, нам ответ писал один какой-то человек. это не было заседание АГС, для того, чтобы дать ответ народу. Да, да. Но получается, они ничего не рассматривали, они в одни ворота просто ответ сделали и все, я послали отписку. Так получается? Получается, да. Спасибо, это прям очень даже познавательно. Вот я бы хотел наших подписчиков еще попросить, чтобы они задавали вопросы свои. Я буду переадресовывать Андрею. Так что... Андрей, вот если бы вы оказались мэром города, самая первоочередная первоочередная задача, которую вы выполнили, находясь в этой должности. Посадили дерево? Ну, честно сказать, я в мечтах даже не представлялась, что стать мэром. Ну, тут трудно сказать, с чего начаться. Тут работа непочатая края, поэтому тут, я не знаю, тут за что не схватить, все нужно сделать. Поэтому, честно сказать, даже вылечить. Ну, что важное, на самом деле, бывает, что важно? Важное, важно. Это все важное. Здравоохранение, те же социалка, может быть, дошкольники, дети у меня в школу ходят, садик ходят, поэтому мне тоже надо думать об этом, конечно же. Блин, честно, так вот даже мысли разбегаются, я даже не знаю, за что схватиться, сейчас вот представил, куда вот, ну, да, я говорю, опыта нету, может быть, поэтому, даже, если так себе представить не мог, что я могу, с чего-то начать. Начать надо, наверное, да, затянуть поясок, засуществить рукава, и, а вот у меня маленький вопрос, говорят, по поводу камер, камеры, камеры на дорогах, которые фиксируют, превышение скорости, скоростной режим, деньги, которые получаются за штрафы с этих камер, идут в фонд города, так же? Так, вот это я не скажу точно. Ну, я слышал, что это фонд города идет, ну, не фонд, а как это называется, бюджет города, да? Бюджет города идет, и одна камера, которая находилась напротив, которая раньше была одна камера, она весь город, которая находилась на на роддоме, приносила, приносила до 20 миллионов рублей в месяц. Сегодня их тысячи миллионов камер этих, да, тысячи миллионов штрафов этих, да, приходят, и это очень хорошее поспорье, я думаю, городу, и я считаю, что какие-то средства можно будет куда-то выделить. Можно ли получить какой-то, не знаю, ответ по этому поводу? Куда же все-таки идут камеры, штрафы с камер, которые находятся в городе? Если это в бюджет города, либо в бюджет ГАИ? Вот что интересно. Нет, скорее всего, да, в каких-то долях, может, даже и на Врате, все полностью, бюджет города заходит, это, даже если что-то падает, ну, перераспределяют, будем собрать, на собрании это все утешать, да, сейчас, к концу ноября, будем принимать бюджет на 20-й год, первое чтение, и там буду задавать эти вопросы, откуда мы зарабатываем, куда мы тратим, да? Да, конечно. Очень хорошо, мы бы хотели потом с вами после этого встретиться и взять интервью уже более такое подробное. Ну, надо понимать, это общее. Мы это, в смысле, да, общий вопрос. Хорошо, не вопрос, конечно. Ребята, у меня просто закончилось время, я сохранял эфир, сейчас вот, хотелось бы, примерно, мы уже часа разговариваем, подытожить, конечно, сказать большое спасибо Андрею, что Андрей пришел, не побоялся, да, высказать свое мнение, да, ну, вот он сейчас говорит, чего бояться, я думаю, если бы наши депутаты не боялись бы и говорили свое мнение открыто и выражая непосредственно мнение своих избирателей, потому что они всегда при любом эфире нам говорят, что за них там голосовало две тысячи человек, три тысячи человек, да, чтобы они конкретно выражали мнение вот этих двух, трех тысяч, да, получается так, я думаю, вот, Андрей, вот за вас сколько бы голосовал людей? А, ну, я немножко такой этот, ликбейст, наверное, может, дам. Вы от партирного списка, вышли? Да, вы от партирного списка, да, места в городском собрании распределены на мажоритарно пропорциональные, 18 мест по спискам и 7 одномодатников. Ну, Олег Гребеев, он, конечно же, он имеет полное право так говорить, за него люди голосовали лично. Я шел под списком от коммунистов. От коммунистов, вы просто шли по спискам, да? Ну, все равно, какую-то долю процентов, все равно же вы представляете тех людей, правильно? Ну, скажу так, я не считаю, те люди, которые отдавали голос там, за КПРФ, там, отделять от кого-то, многие в грудь себя бьют, 82%, там, 2000 за меня проголосовало, но это все горожане, все жители, ну, если люди у вас выбрали, надо... Я согласен с вами полностью, мы не можем делить наше общество, мы все живем в одной республике, мы все, как говорится, здесь работаем, растим детей, это наша земля, и мы не можем друг друга делить за и против, я думаю, так же получается? Но все равно, вот это движение, которое сейчас организовалось, новое, представьте, оно организовалось после назначения Трапезникова, да, Трапезников послужил каким-то катализатором, который, может быть, немного начал объединять наш народ, вы согласны с этим? Ну, входит, что так, да, все согласен, да, с дорогого, конечно же, я не знаю, что можно было бы еще придумать, ну, входит, что вот такие ходы, скажем так, вынуждает избирателей, ой, избирателей, жителей, конечно же, выходить на улицу и громко и ясно заявлять свои права и требовать ответа, наверное, тех людей, кого они избрали, кого они избрали, и... Ну, вот смотрите, вот последний митинг, да, примерно вышло пять тысяч человек, да, пять тысяч человек, была Манджукова, получается, от сквалили Россию, да, приехала, но от единой России не было ни одного депутата, который мог бы прийти и сказать, ребята, там, да, вот я вот вижу здесь пять тысяч человек, хотел бы пояснить вопросы и все вот эти... Вы считаете это трусостью? Ну, назовем пусть назовем так, вне трусость, но опасения, потому что, как Николай Ирниевич говорил, наверное, там, пять тысяч, это, это вот, мы у нас, трое-четверо человек, ну, нормально, обычный диалог, скажем так, да, адекватный, без взаимных упреков, скажем так, да, а, ну, тех же провокатов, никто не отменял, поэтому, наверное, может быть, побаиваются, ну, именно провокации, да? Да, провокации, да, и никто не отменяет того факта, то, что, ну, ну, побаиваются, скажем так. Ну, вот еще такое мнение, вот смотрите, там, на первых митингах свое отношение ко всему артисты выразили, да? Да. Вот, в данный момент есть такая информация, что наш министр, Эльбиков в данный момент сейчас разделяет, короче, их, да, и дает работать тем, кто не выступал, а тем, кто выступал, не дает работать. Как вы можете это прокомменять? Можем ли мы вообще культуру нашу делить за тех или за против? Ну, блин, тут надо понимать, все мы люди, каждый имеет право на свое собственное мнение, а преследовать за инакомыслием, ну, это не демократия, правильно? Это не демократия, надо от этого уходить, надо понимать. Не понимаю, если будет там личные нападки, может быть, там, кто-то, какие-то неприятности, еще можно было где-то сколько-то понять. Нет, я понял вас. И вот последний вопрос, мой личный вопрос, вот такой, да, смотрите, вот, в команде Бату, грубо говоря, мы увидим новых людей, да, но я смотрю, что именно со старой команды Орлова люди остались. Это и министры, получается, и зампреды, и как вы можете это прокомментировать? Каким образом эти люди стали уже в команде Бату? По наследству достались. По наследству просто достались, да, получается? ну, можно было, не можно было, я бы, наверное, скажу так, что Бату Сергеевич, наверное, сейчас не только, не только, а сколько занят этот вопрос, наверное, трапезников, хотя, в первую очередь, я знаю, собственно, аппарат, наверное, надо выстроить работу, наверное, это тоже какие-то силы и время отнимает, а второе, пока еще не решил, наверное, может быть, будут перемены, может быть, может и не будет перемены, поэтому я комментирую, тут сложно что-то говорить, поэтому за него я не перестрашиваю. Но все равно, вы же видите, что не про работают с тем, что есть, наверное, может быть, там какой-то, так же, как я, за трапезниковым говорил, дайте год, хочет посмотреть, кто как себя ведет, ну, вернее, как работает, и... Вы считаете правильно вот это выражение «дайте год»? Я вот не могу его понять, «дайте год», но к чему? Не, ну, чисто по человеческому, конечно же, если, вернее, человеческое понимание, конечно же, если вы приглашаете человека на работу, надо какое-то там время, чтобы посмотреть, ну, тем не менее, думаю, вот эти, там, сентября месяца, какой-то срок до Нового года, скажем так, пока не был объявлен конкурс, я думаю, хватит. Конечно же, кто-то скажет, можно. Мы тоже таким вопросом задавались, почему не оставили исполняющую обязанность Галину Васильевну, потому что человек, который реально знает все проблемы города, который справился, она протащила выборы, и это было просто, ну, для нас было очень интересно. Ну, чисто да, хотя бы человеку просто дали бы до этого уже конкурса доработать, спокойно доработать, доработать. Год закончить, она бы сдала в этот год, передала полномочия новому главе администрации, еще что-то. А зачем в Рию, на Ию, менять, ну, зачем, куда бы мы спешим. Вы считаете, что, вот смотрите, вот сейчас конкретно освещается вот работа Трапезникова, да, с СМИ, с всеми делами, сам Бату Сергеевич с ним, там, что-то консультирует, что-то там, все время его там проверяет, и все дела. Вы считаете, что это пиар, вот все-таки больше? Конечно же, пиар. Это просто пиар, да? Понятное дело, что это, ну, это читается, что человек, если он пригласил, он должен его поддерживать. Ну, без пиара никуда не денешься. Это нормальная ситуация. Человек работает, он приглашает, ну, и, соответственно, и сам, и других. А еще такое, вот как депутату, вы можете сделать запрос по нашим дорогам, да, вот, которые сейчас ремонтируют, сколько подрядных организаций, когда завершение срока, и какие финансы были выделены на определенный участок дороги? Ну, грубо говоря, на один километр должно быть столько по нормам, а сколько конкретно, вот, было сделано. Сделайте, пожалуйста, этот запрос, да, вынесите его в открытом доступе, чтобы люди могли увидеть, что происходит, и вообще, почему это столько стоит. Ну, тут не загорание конец года, поэтому будут отчеты, все вот эти контракты, которые были заключены, все аукционы. Кстати, аукционы, я думаю, в открытом доступе должны быть, поэтому, я думаю, набрать информацию закрытая. Нет, мы смотрим, аукционы мы смотрим, да, вот сейчас, да, смотрите, вот берем даже, Якутск, где есть избранный мэр города Сардана, где она освещает, где, если подрядная организация не успевает с укладкой дороги, они выплачивают неустойку городу. Я думаю, в любом договоре это прописано, правильно? Классные люди. Да, потому что, я думаю, это должно как-то регулироваться, потому что это все происходит, если вы проехали, вы же строитель, вы видели качество этих дорог? Видео, видел, конечно, нового. И что вы можете сказать про них? Ну, дороги к дороге. Не первый сорт, конечно же, но, тем не менее, деньги освоили. Ну, скажите, можно было сделать лучше, правильно? Можно было, конечно, сделать лучше, можно было сделать быстрее и раньше. И раньше, да? Да. Мне не надо было тянуть до вот этого момента, когда, я вообще не понял, почему улицу Джангара начали делать в октябре-ноябре месяце. Я думаю, там, стоило там закрыть Бимбаева, Осипенко нормально сделать, чем разрываться на тысячу дорог. Ну, я считаю так, что наш секрессион, который вот калмыцкий, он, 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 я считаю, чтобы эти деньги могли освоиться правильно, а не так, чтобы наложили все на дождь, как говорится, в грязь, да, и потом это все развалилось. Ну, я думаю, это благодаря нашим жителям, которые реально молятся за наш город, которые его любят, каждый его закоулок, каждую его кочку, каждый его кинотеатр и все вот эти моменты. Илья, вопрос есть, ребята? Вопрос есть, я задам парочку вопросов. Андрей, что у вас движется быть депутатом, что у вас подвигается стать депутатом, дноу-перепартией, или еще какие-то свои личные. Дноу-перепартией? Не, партийная, конечно, дисциплина, это, конечно же, не пустой звук, это понятно, что надо работать, но, тем не менее, хотелось бы жизнь своего города, ну, оставить след, скажем так, все мы немножко числавы, но тоже хотелось бы отметиться каким-то добрыми делами, может быть, какой-то работой, ну, хотелось бы просто и на благо народа, и на благо своих детей, во-первых, конечно же, у меня дети растут, я им буду, конечно, проявлять любовь все равно в город, и поэтому хотелось бы, чтобы они жили в чистом, красивом городе, где проблемы, скажем так, решения на проблемы превалировали, на совсем не проблемы, чтобы их было поменьше, и значимость и была незначительная, скажем так. Еще момент. По словам историка Артана Басхаева, в каждом народе во все времена всегда была своя элита, то есть та элита, которая решала слегу своего народа. То есть не обязательно она была там богатой или что-то там. Вот в нашей республике эта элита, ну, по моему мнению, она практически отсутствует, ее давно очень не было. Если она есть, но она разрозненная, нет объединенной элиты. Вот, что вы скажете по этому поводу? Вы бы могли бы или кого вы знаете вообще у нас в городе, кто бы мог стать этой элитой? Элитой? Ну, блин, тут сложно сказать, кого бы я мог представить. Есть люди здравомыслящие, есть, конечно же, грамотные люди, интеллигенции это рассказать, да? Ну, многих просто жизнь, судьба, наверное, заставляет покидать Арменистан. Многих просто не получается, скажем так. А те, кто доходит, скажем так, врывается во власть вращающие, не всегда отвечают. А ваш дядя, например, Владимир Мацаков? Я вот, честно говоря, столько что узнал, что это ваш дядя. Не, ну, имеете перспективу его? Ну, вообще, он как личностей. Ну, это, во-первых, да, это мой дядька, это моя семья, да? Я его всегда буду поддерживать. Конечно же, хотелось бы, может быть, его где-то в розовых местах, видеть его, чтобы где-то он как-то себя реализовал. Я его, как сказать, знаю запал его энергию, все его возможности, которые у него были бы. Я думаю, я думаю, он вполне смог бы себя реализовать и смело смотреть людям в глаза. Это, я думаю, самое главное, смотреть людям в глаза, не чувствуя за собой, как говорится, стыд, да, или что-то еще. И, вот, конечно, мне, думаю, можно уже подводить к концу, потому что уже это... Хотелось бы сказать, вы считаете, что песня Дмитрия Шараева Зертин-Серсхатен-Хальвы считает, является гимном, народным гимном. Да, вполне можно его менять, да. Андрей, конечно же, спасибо. И вот последний вопрос, считаете ли вы себя патриотом в своей республике? Считаю. Насколько возможно, я считаю, что есть патриотом. Можно вам пожать руку? Спасибо за... Да нет, вам спасибо за подошение. И, да, сделали такое... Спасибо.